400 политических граждан. 400 людей в России сидят в хитер-кнап wegen своих политических предложений, потому что их политика не похожа на политика русской силы. Это не должно быть. Наш известный политический граждан сегодня Алексей Навальный. Русская оппозициональная политика. Этот месяц был погибнут от русской силы. Но он не был. Русская силы его во время и сегодня люди в России 100.000 людей идут на демонстрацию чтобы его избежать. И многие люди идут на войну чтобы показать солидарность для этих людей нам нужно это сделать. Впрочем, Алексей Навальный! Впрочем, Алексей Навальный! Впрочем, 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 А теперь перейду на русский. Я, в принципе, и в группе, и вообще, и в контакте, и в соцсетях часто слышу вопрос А зачем вам это надо? Что вы уходите здесь? Вы не в России Живите себе спокойно и не замечаете Хочу на это ответить То, что люди собираются от Токио до Сан-Франциско Показывает то, что люди в России не одни Что о них знают, что о них говорят То, что их проблемы разделяют многие люди Я по себе знаю, всегда, когда я в России выходил на МИСКИ Мне всегда потом было приятно увидеть то, что нас поддерживают в другой стране А нас написали, за нас вышли Это очень сильная моральная поддержка Поэтому я хочу, чтобы вы вместе со мной выразили эту поддержку тем смелым людям Которые выходят сейчас на улицах России Свободу полиц заключенных! Свободу полиц заключенных! Свободу полиц заключенных! Свободу Алексею Навальным! Свободу Алексею Навальным! Свободу Алексею Навальным! evangelical Благодаря им за yourDIiem요 Я 32 лет. Я из маленьких стран, почти из Комказа. И я журналист. Я думаю, что все знают, что это означает, в России как журналист. Герстен я помню в одну ситуацию. Когда я еще в 2. Семестер был, когда я училась в Руссии, мы, я и мои Комиссионы, мы учились в 29. Артеке на русском Verfassung. В этом Артеке идет о множество. И я думаю, что я уже 17 лет была, это было очень смешно. И я думаю, что в этом году, в этом году, в 2013 году, моя мама, профессорин в Филеологии, которой я училась, моя мама, мне позицию, вся эта страна была уничтожена. Она был forced к нам. Я думаю, что она была уничтожена. она была уничтожена, ее работа в интернете. Она была короткость Financializ 없는 Филеологии. Я думаю, что это будет некоторое в Европе. Но это быть еще один один из них, и они были ответв한 свою политику. В этом году, что они не были вредны, что они не были вредны, чтобы сегодняшний раз их мнение. Я очень рада за ее, и я очень рада за все люди, которые пытаются, которые вредны, эти конфликты, которые вредны, как вредны, и вредны, что в будущем не только один из них есть, и что это вообще не особенный русский. Она очень активна в Акционе 2011-2013. Три года назад, в 2017 году, я уже на одной Акционе. И вообще никто не отвечает. Еще позже я уже на одном семинаре для журналистов. Данее я дам 3-мал от Университета. Это не проблема, без уничтожения, для фейсбэр работы и университет. И я из-за из-за фейсбэр-Анговского овечения. Я только 20 лет. И что это вообще для того, чтобы это было в Украине? И сейчас, уже один год, я здесь. Я учусь здесь. Я работаю здесь. Я работаю здесь. И вчера я написал этот текст, который был очень сильным кризисом из Министерии. И тогда я подумал, что я могу это выразить? Я могу это выразить? Это невероятно. И я думаю, что эти эмоции абсолютно плохие. Почему мы всегда так удивлены, если кто-то наши правы. Почему мы всегда так удивлены, если кто-то нашу права и правы. Это не так. Мы уже очень хорошо обучили, что нашу жизнь очень сильная. И что у нас есть в Украине. И что у нас есть в Украине. Но это не так. И теперь мы защищем свободы для Алексей Навальный и для политических грехов. Мы защищаем свободу и права. И мы защищаем свободу. И мы не боимся. Россия будет свободы. Россия будет свободы. Россия будет свободы. У меня для начала маленькое организационное объявление. Друзья, мы участвуем в стриме городов Европы. Мы участвуем в общей трансляции в стриме всех городов Европы, которые сегодня вышли на митинге. Наша трансляция будет в 12.55. Я очень попрошу вас, нам нужно, чтобы мы встали мучнее и показали наши плаканы, которые у нас есть. Да, это трансляция. Это будет в 12.55. Это, собственно, организационное. Спасибо. А что хотела я сказать от себя? Я хотела обратить наше внимание на одну очень важную вещь, происходящую сейчас, которая пострашнее всех дворцов, всего воровства, и которая из разряда грабежа немного другого рода и более важного. Значит, в понедельник, 18 января, мы все помним, весь мир облетела фотография Алексея Навального из этого так называемого суда, чрезвычайного выездного, что, кстати, запрещено Конституцией Российской Федерации. Фотография, где он сидит в Химкинском ОВД под портретом Генриха Егоды. И что произошло? Как выяснилось, что нам нужно друг другу пояснять, кто этот человек. И даже люди, рожденные на излете из СССР, полезли в Википедию, а люди, которые родились при путинизме, они вообще не понимали, о чем речь. Так вот, путинский режим системно и совершенно вероломно пытается лишить нас исторической памяти. И вот это очень важно, это страшнее дворцов. Я хочу вам рассказать одну историю. Я сюда приехала с одним чемоданом, у меня было немного вещей. Но среди них было то, что я повезу куда угодно, потащу, как бы не были заняты у меня руки. Это семейный архив. Там среди грамот, писем и прочего есть несколько очень важных для меня документов. Ответ из Явпрокуратуры СССР на запрос моей бабушки. И архивные копии из архива КГБ СССР. Карточка заключенного. Ну и, собственно, ответ и постановление чрезвычайной тройки по Хабаровскому краю. Мой прадед в тридцать шестом году уехал в командировку и не вернулся. Прабабушки сказали, что ей лучше не выяснять, где он. Тихо посидеть, вернется хорошо, нет, тем более не высовываться. Собственно, так она и сделала. И они сидели, боялись, тряслись, встали ночного стука в дверь и однажды в дверь постучали ночью. Это был человек, который, освободившись и ехал из лагерей. Он привез моим прабабушке одну маленький клочок бумажки, который они тут же сожгли. Но три фразы, написанные в этом клочке, в нашей семье, наизусть передаются следующему поколению. Там не было приветствий, там не было обращений, там было три фразы. Срочно выходи замуж, точка. Меняй фамилию, точка. Спасай ребенка, точка. И вот, хотим ли мы повторение вот этого? В 1991 году я, будучи ребенком, думала, что в своем веку я уже никогда не увижу ни нацистов, ни концлагерей, ни сталинских лагерей, ни сталинских репрессий. Сейчас, с изумлением, я вижу, как моя страна погружается в мракобесие политических репрессий и всего вот этого. И это страшно. Сегодня утром я видела улицы Москвы, заполненные военными автобусами. И главное, что сейчас делает эта система, она пытается лишить нас исторической памяти. Она пытается сделать так, чтобы молодые люди, которым сейчас 20-25, даже не знали об этом. И это очень важно. Свободу политическим заключенным нет репрессиям в России и нет вот этому стаду опричников, которые содержатся на народные деньги, чтобы они защищали интересы кучки преступников, а не интересы народов. Свободу политическим заключенным. Свободу политическим заключенным. Свободу политическим заключенным. Свободу политическим заключенным. Свободу политикам в России Вступает торт. ребята я буду без без техники буду стараться меня зовут олстин я саксонец и европеец и гражданин европейского союза я хочу сначала вам вас всех поблагодарить за то что вы сегодня сюда пришли потому что я знаю что это не так просто я хочу вам сказать почему я лично сегодня сюда пришел я пришел сегодня сюда потому что я хочу показывать что я уважаю тех людей которые сегодня в россии вышли на улицу особенно конечно алексея набального потому что он очень отважный человек я помню вы смотрите ребята тут вас охраняет и нас охраняет полиция немецкая полиция а я помню где-то 30 лет тому назад вот здесь в липтике это было не так никто тогда не думал что будет возможно что люди люди то есть народ может просто свободно выступать и сказать что они думают понимаете я тогда не мог себе представить что у меня будет такая возможность и я всегда очень уважал русских потому что я бы сказал что они нас освободили даже два раза они нас освободили сорок пятом году а потом они нас освободили еще восемьдесят девятом году потому что без русских мы бы и не могли по соединиться и сейчас это очень интересно что вот наш президент саксонии господин речмер он говорит что надо поддерживать россию а вот именно надо поддерживать россию а россия это не только господин путин понимаете вот те принципы которые у путина они действовали то они действовали но каждому свое время и сейчас подходит время или уже пришло время других принципов и это тоже россия поэтому я за то что сейчас у каждого человека в россии у которого хватало смелости выйти на улицу чтобы они все чтобы всех выпустили на свободу чтобы они не могли сказать что они думали так же как мы здесь спасибо большое спасибо вас спасибо definiant Running Я хотел бы сказать, что у вас победу, marriages в которых я немножечко не так. Я не знаю, что мне родители, особенно из Ларьзика, из Сахси, из моего ддр, я не забыла, как у меня история в детстве. Если я сегодня у меня он сегодня проявляю, мне огромное дело, то, что многие говорят, я, конечно, мы были все революционеры, мы были для свободы, мы были для стати, мы были все прежде, мы были санятцы, мы говорили, мы все равно, Но я знаю даже, что это не так. Это было только несколько, несколько, самых людей, которые очень много муты. Да, это очень много мута, чтобы сказать, что это важно. Это не важно, чтобы люди для себя спрекли и в пятидец, чтобы они так говорят, что они думают. Я думаю, что мы родители отчимаем наши родители, чтобы они всегда сказать право, что они думают. И потом вдруг есть один Регим, и этот Регим позволяет нам, что мы думаем, что мы думаем. Но мы люди, и мы должны иметь, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем. И я думаю, что это хочет Навальни. Навальни, и не только Навальни, но и все мутные Муты и Männer, что сейчас в русальных целяхasmшем, если они скажут, что мы думаем, что мы мечтем, что мы будем делать. Мы хотим eloquent, что мы тоcedем. И многие уважают, что сейчас говорят, что, что-то, 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 что-то новое, И он имеет Macht. Нет, он не имеет. Это фея, что он делает. Это фея. Это фея, люди уморят только для того, чтобы я неюю, чтобы я неюю. Если кто-то нею, то давайте мы с вами раздражаем, как в одной цивилизированной Gesellschaft. И в одной цивилизированной Gesellschaft третит человеку на моем мнении, verbal, Общество само на脾ке западного знания. Вào, про граница и речения дима, но не на ползи. Редактор, как интересно, ползиа была очень спокойная ползиа. И вот... Но как это такое ползиа, они не делали ползиа. Die Polizei muss für die Bürger da sein, für die Bürgerinnen vor allem auch. So wie unsere Polizei. Aber vor 30 Jahren war das nicht der Fall. Ja, vor 30 Jahren, das haben die meisten Leute leider vergessen. Ihr Sachsen, ihr habt das vergessen, weiter. Wie ihr damals auf die Straße gegangen seid und wir alle Angst hatten, was passiert jetzt? Werden jetzt die Panzer uns niedermachen? Aber die Panzer haben uns nicht niedergemacht, weil es jemanden im Kreml damals gab, der gesagt hat, nein Leute, jetzt ist Schluss damit. Gebt denen die Freiheit und lasst die entscheiden. Und dann gab es diese Slogans, die Leipziger kennen das. Wir sind das Volk. Ich sage euch, wir sind alle das Volk und diejenigen, die heute hier stehen, die sind vor allem das Volk. Vielen Dank. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Demokratie ist wertvoller als Gas. 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 Das Volk. 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 Und heuteanya führe ich eine Aufmerksamkeit. Relativ nicht dafür. Что-то может отказывать, техника может где-то подводить еще что-то. Но честь, достоинство, сердце это не подводит. И это замечательно. Еще я хотел сказать очень важный, мне кажется, момент такой. Мы говорим о политических заключенных. И мы часто говорим это как будто о людях с другой планеты. Я вам хочу сказать, что я лично знаком наши близкие друзья, люди, которые, например, работали, жили здесь спокойно в Германии. Работали. Вот преподавали в музыкальной школе. Мы чувствовали как-то себя, не чувствовали себя от Ормана. Не чувствовали себя от Ормана все равно. Громкий голос. Да, сейчас сделаем громкий голос. Давайте я сниму. Я говорю, техника подводит, но мы не подведем. Хорошо. Хотел сказать о том, что люди работали, жили здесь хорошо, все было прекрасно. И все равно где-то было ощущение, что настолько это как-то тоскливо, настолько, например, тоскливо видеть этот вечный закат над болотом в той же Беларуси. Вот человек едет туда, вот человек вроде бы какими-то культурными, пытается снизу культурными мероприятиями раскачать немножко, да, там людей вот заставить вспомнить, что они люди, что они живые люди. Вот. И в итоге действительно, кто бы мог подумать год назад, кто бы мог подумать год назад, что такая будет реакция Беларуси, да, что Беларусь вдруг восстанет, да. Это я к тому сейчас говорю, что может если кто-то начинает как-то сомневаться, у кого-то как-то возникает ощущение, что ой, ну что вы, все бесполезно. Они копались там на сотни лет вперед. Здесь и старшее поколение, действительно, вот Торсон отлично сказал, и старшее поколение, вот спросите их, думали ли они в каком-нибудь, допустим, 1988 году, да, что они смогут спокойно выезжать за границу, что они смогут свободно писать, думать, разговаривать, да. Вот. И также я говорю год назад, вот это, может быть, 1988 год это далеко, я говорю год назад Беларусь. Вот. И посмотрите, да, они проходят очень тяжелый путь, очень тяжело, да. Люди сидят в тюрьме. Те, та, та, девушка, о которой я говорю, Мария Колесникова, да, вот, еще раз говорю, успешная, успешный музыкант, она сейчас взяла на себя эту ношу, она сидит в тюрьме там, вот, сидит в том числе и изо всех нас. Простите, в Беларуси или в России? Беларуси, Беларуси, да. Вот. В России очень много сидит людей, очень много, причем есть люди, которые сидят давно, мы знаем с вами историка Юрия Дмитриева, да. Которые, это самое, их никогда не надо забывать. Вот. И получается такая интересная ситуация, что, в принципе, для того, чтобы стать действительно вот героем таким, притчевоязыцем, да, не обязательно быть каким-то, прямо действительно суперменом, достаточно быть небезразличным человеком, да, и тогда ты действительно просто не знаешь, куда тебя вот, как говорится, кривая истории выведет. Вот. Но без таких людей, без таких людей, как Дмитриев, без таких людей, как Маша Колесникова, без таких людей, как Навальный, ничего бы не поменялось, да. Поэтому давайте, давайте вот их поддерживать. Они за нас, а мы за них. Один за всех и все за одного. 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 Но мы очень рады, что Михаил Горбачёв помогал, эту революционную революцию. И я надеюсь, что многие сюда пришли. Я думаю, что мы, кто любит Россию, мы должны увидеть свои отношения в северные страны. И мы должны увидеть, что мы должны увидеть, что они, которые не отвергнутся от двери, чтобы мы должны сбежать им, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...